Всем большой-большой привет! С вами Майская Маша и вот наконец-то я добралась до камеры для того, чтобы заснять сие чудо, которое я создала, наверное, уже неделю назад и никак не могла его снять на видео, задокументировать, скажем так. Вот такой вот альбомчик на кольцах, такая вот здесь весюлечка есть, с солнышком. Этот альбом для беременной. Альбом формата 13х19 для нестандартных фотографий, для того, чтобы сохранить память о чудесном ожидании вашего малыша. Вот поближе, вот так вот. Можно рассмотреть, что здесь вот в рамочке ребеночек маленький. Я закрою ее от света. Вот так. В животике ребеночек маленький. Вот. Альбом на ленте. Давайте же посмотрим, что там у нас внутри. Так. Итак, первый разворот. Вот такой вот первый разворот. И вообще вот как бы силуэт беременной девушки мне очень нравится. Именно сама идея вот такого вот исполнения альбома именно для беременных, потому что каждая страничка соответствует определенному месяцу беременности. То есть с альбомчиком растет животик. Так. Так. Я отвлеклась. Начнем с первой странички. Вот такая вот у нас первая страничка. Здесь помещается сверху. Можно уместить маленькую фотографию. Либо что-то написать. Вот. А внутри внутри у нас находятся карточки. Вот так вот здесь находится Велум. Ой, Аверлей. Извиняюсь. Здесь вот у нас Аверлей. И здесь Аверлей. И вот здесь карманчики такие. Тут вот неприятности. Можно записать с обратной стороны, какие были неприятности во время беременности. Токсикоз был. Здесь можно написать. Новые вкусы. Вы можете записать то, что вам новое понравилось во время беременности. Мои радости. Тоже место для записи. Пиночки. Почувствовала в определенное количество неделек. Здесь еще тоже сзади можно что-то написать. Кто живет в животике. Тоже можно написать. То есть везде на карточках есть сзади место для записи. Чего я боюсь. У каждой беременной существуют какие-то определенные страхи. Поэтому думаю, у каждой мамы найдет, что туда написать. Ну и у нас родился. Дата, вес, рост назвали. Вот такая вот маленькая карточка для записи. Наверное, я все складывать не буду. Потом сложу. Дальше. Место для теста. Вот сюда вот можно поместить тестик. Так, вклеить и засунуть его туда, в пленочку. И написать дату также можно. Так, поближе. Ну, соответственно, первый месяц беременности. Следующий разворот. И страничка. Здесь место для трех фотографий. И стандартного формата застегивается на анкер. Это все тоже маленький такой вот в животике, но уже постарше. Следующая страничка тоже. Две фотографии. Раз, два. И сюда можно что-то записать. Но еще помимо тега, еще можно что-то вставить. Что-то свое. Также здесь у нас анкер. Не хочет застегиваться. О, застегнулся. Он тоже маленький. Следующий разворот. И страничка с конвертиками. В эти конвертики мамочка может положить что-то заветное. То, что она желает. Какие-то пожелания, может быть. Что она боится. Или, может быть, у каждой мамы что-то есть свое. Что можно записать и положить в этот конвертик. Следующая страничка. Фото с УЗИ. Вот. И здесь вот есть два тега. Раз, два. И место для трех фотографий с УЗИ. Тоже застегивается на анкер. И маленький малыш. Следующая страничка. Твори. Можно здесь что-то нарисовать. Написать стих. Место для вашего творчества. Следующая страничка. Здесь такой вот паровозик. Его можно достать. Это такая вот карточка. Место для записи. Она двухсторонняя. Можно что-то записать. И засунуть его обратно. Здесь анкер тоже. И место для трех фотографий. Фотографий. Вот такой вот. Двадцать недель. Следующая страничка. Вот так вот она выглядит. Здесь также есть тег для записи. И место для трех фотографий. Ну и здесь у нас вот так вот это дело завязывается на бантик. И здесь место для раз, два, три, четыре, пять. Для пяти фотографий. Такая вот раскладушечка. И теги. Раз. И два. Такой подлиннее. Вот. Ну и тут малыш уже такой большой. Еле помещается в мамину животике. Ну это последний разворот. Предпоследняя страничка. Здесь место для одной фотографии. Малыш в животике. И последняя страничка. Это я лично предполагала для фото 10 на 15 малыша только что рожденного из роддома. И здесь вот на вот этих вот тегах, которые вот так вот двигаются, можно написать метрику, допустим, малыша, либо какие-то свои памятные вещи. Вот сюда. Вот. Ну и конечно же обязательно покажу заднюю часть альбома. Вот так вот он выглядит. Это моя печать. Кружево. Ну. Очень красивая ткань. Это из коллекции Тильда. Мне она очень нравится. Она великолепно сюда вписалась. Вот. Ну. Собственно, вот такой альбомчик получился. Очень надеюсь, что он вскоре найдет свою хозяйку. Он сейчас, кстати, ее очень активно ищет. Хозяйка куда-то пропала. Вот. Поэтому, если вам понравился такой альбомчик, и вы тоже себе хотите, пишите в комментариях. Либо же я оставлю ссылочку на свой блог и свой электронный адрес, по которому вы можете заказать такой альбом. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Всем пока.